Вот если, не дай бог, завтрашний Росгвардец, уровень его содержания зарплаты упадет до уровня мента 90-х годов, поверьте мне на слово, бандиты 90-х на фоне сегодняшнего мента, там, налогового инспектора, или, пожалуйста, вам покажутся просто-напросто прям вот ангелами. Добрый день, это проект «Мои лихие 90-е». Приглашаю вас посмотреть интервью с предпринимателем Владимиром Соколовым. В описании к данному ролику вы найдете ссылку на его фейсбук-профиль, а также таймлайн. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Приятного просмотра! У нас сегодня в гостях Владимир Соколов, предприниматель, интересный рассказчик. Ой, не говори. Человек, который прожил в 90-х и даже, наверное, 80-х сознательную жизнь. Добрый день, Владимир. Здравствуйте. Приятного вас видеть. Здравствуйте. Собственно, тема «Мои лихие 90-е», как я назвал этот проект, ну, это ваши лихие 90-е, да. Поэтому у нас Владимир Владимирович очень часто любит упоминать эти лихие 90-е и пугать нас ими. А, ты нечего того, Владимир Владимирович, я уже думал, ты про меня. Нет, тот Владимир Владимирович любит пугать. И, соответственно, у меня возник вопрос. Такие ли уж они были лихие 90-е? Нет, ну, смотря с какой точки зрения, может быть, вопрос не так надо поставить. Надо вас поставить вопрос, о чем нас пугает? Почему он постоянно о них говорит? Почему он представляет эти 90-е годы как что-то такое ужасное, плохое, там, еще что-то? Я объясню, ну, что для него 90-е, ну, персонально для него, может быть, они не были такие плохие, я, конечно, не знаю, как он жил в 90-х, но с точки зрения его политики, которую он ведет, для него 90-е это ужасные годы, и он повторения этих 90-х не хочет. А почему? А ты вспоминай, когда 10-15 лет назад он, что говорил, что он устроит вертикаль власти. Он так говорил? Но он до сих пор ради этого. Нет, секунду, да, он ее построил, по-моему, если я не ошибаюсь, построил вертикаль власти, правильно, да? А в лихих 90-х вертикали власти? Не было. А в лихих 90-х были суды, и можно было прийти, суды выиграли. Обрати внимание на следующую вещь. Вот сейчас карантин, да, вот эти все вещи, туда-сюда. Ты же читаешь вот эти все постановления нормативные, ты по работе читаешь волей-неволей, да, читаешь? Ты обрати внимание риторику и в постановлениях. Обрати внимание, тот же Путин, когда говорит, как они говорят, рекомендуем, рекомендуем, рекомендуем. Что значит рекомендуем? Как так рекомендуем? То есть, закон же как? Должно быть как? Можно? Нельзя? То есть, если ты делаешь то, что нельзя, то мы тебя будем наказывать, правильно, да? То есть, если ты власть, значит, ты должен рулить. Ты говоришь, можно или нельзя? И в 90-х именно так и было. Было то, что можно, да. Может быть, ограничений было мало, но было понятие, вот это можно, это нельзя. Почему бандиты назывались бандитами? То есть, это люди, которые делали то, чего делать нельзя. Друзья, а сейчас обрати внимание, куда сейчас карантин идет, вот я к тебе сюда шу, народу полно, машин полно. Не соблюдаю. Ну, вы мне объясните, а и как, и что? А потому что в 90-х они не могли творить тот беспредел, который они творят сегодня. Так у народа наоборот же вроде впечатление складывается, что в лихие 90-е был полный беспредел. Что, на секунду, что значит был полный беспредел? О чем речь? В лихих 90-х были люди, были беспредельщики, и мы их называли бандитами, да? То есть, мы их бандитами называли, то есть, кто-то стрелял, кто-то воровал. Причем, воровал как, имеется в виду, воровал, пошел, ограбил, да, рэкет, убили, ну, то есть, бандиты. Мы их называли бандитами, мы все знали, чем они занимаются, их было не так много. А сегодня что происходит, обратите внимание, почему он говорит, с экрана, с экрана, он с экрана говорит, мы рекомендуем. Что значит рекомендуем, не понимаю. Давайте так, можно или нельзя, мы рекомендуем. Но это вроде противоречит идее. Нет, нет, в этом-то и дело. Смотри, если ты говоришь, я запрещаю, то ты, как представитель власти, обязан бороться с тем, что ты запретил. Ну, это твоя обязанность. Ведь, даже, допустим, на службе, да, то есть, там, в армии, там, еще где-то служба, понятие как, ты командир, да, тебе мало отдать приказ. Ты обязан добиться его исполнения. А военное время называется любыми методами. Почему командир, да, ну, право, ну, убить даже солдата, да, то есть, в военное время, ты отданный приказ должен быть исполнен. И получается, когда ты отдаешь приказ, ты обязан думать, а как ты будешь добиваться его исполнения. И поэтому приказы, направо, налево, просто так, не раздаются. Власть обязана принимать законы, обязана отдавать приказы. А он у тебя что, говорит, рекомендуем? А что после этого происходит? Когда он говорит, рекомендуем, после этого клиент тебя на улице останавливает, он говорит, почему без маски? Ты говоришь, а, ну, начнем с того, что масок нет в продаже, да, дело не в этом. А что, без маски нельзя? Ну, можно. Или нельзя? Ну, можно. Или можно? У тебя, бабушкин, сейчас вроде как опять постановление тиснул, там идут, мы там разрешим работать, и какой-то потребнодзор или кто там, положение, кто как должен работать. Да, читал эту вещь. Там везде написано, рекомендуем, рекомендуем, рекомендуем. А что это такое, рекомендуем? А это коррупционная составляющая. А к ней приходят и говорят, ты почему без шляп? Ну, без маски. Да, без шляпы. А что без шляпы? Как в том анекдоте. А что без шляпы? А что без шляпы нельзя? Но ведь это рекомендовано, поэтому я и без маски. Понимаешь? А дальше бандиты, бандиты. Вот вспоминаем, вот лихие 90-е, да? Был момент, 90-го, год, наверное, шестой или пятый, заложили информацию. У меня глава Бухшина заключила договорную поставку телефонной станции. И она договор сорвала. Ну, сорвала да сорвала. И получается так, сидя в кабинете, я сижу, значит, она сидит. И заходят два. Никаких-нибудь в коже дуболома вот этих вот нет. И заходят, значит, такие два в костюме, интеллигентные, в очечках. Ну, правда, в тёмных, то есть не упрямые, а в тёмных, даже в галстук. И к ней, значит, на разборку. И в результате требуют руководства. Они же понимают, что девочки тут не самое главное. А мы сидим в одном кабинете. Ну, волей-неволей, я говорю, я хозяин. И, значит, ребята переключаются на меня. Ну, такой аккуратненький наезд, нежный, ласковый. Я признаю, естественно, свою вину. Ну, да, я действительно сорвал договор. Я действительно сорвал договор. Всё. Я им, значит, делаю встречное предложение. Я говорю, ребят, всё, давайте сделаем вот так, вот так, вот так. Мы сделаем другое предложение. Я говорю, сейчас мы временно вам дадим вот такое оборудование. Через неделю привезём ваше заказанное. Это оборудование заберём, а то вам поставим. Мы всё, типа, ну, как бы закроем все свои огрехи. И за это там ещё что-то вам там сделать. Они соглашаются, мы всё это делаем. Проходит, значит, неделя приходит, их оборудование. Они же общаются очень культурно. Очень, то есть, лихие, вот те лихие 90-е, да? Я звоню, договорюсь. Общаются они, общаются очень культурно. Это же времена-то бандитов. Почему их приоритеты остаются культурно? Секунду, что значит бандитов? Вот слово бандит, бандит это кто? Вот для меня бандит Путин Ваня Валерьевич. Он что, не культурно общается? Он прекрасный, культурный, харизматичный, великолепный человек. На камере, по крайней мере, да. Не, что значит на камере, по крайней мере, да. Ну, вообще-то, это вот нормальные бандиты, они такие. Они такие, понимаешь, что я говорю? Ну, и вот, они, значит, приходят оборудование, я с ним связываюсь, им все отгружают туда-сюда, и буквально через 2-3 дня меня вызывают, скажем так, на разговор, ну, будем говорить, о возмещении морального ущерба. Ну, дело в том, что я же изначально-то обо всем с ними договорился, я считал, что вопрос улажен. Ну, а на меня идет такой небольшой такой пресс, ну, и что-то вроде, скажем так, стрелка. Я подъезжаю с водителем, они, значит, я, и я уже с ними разговариваю совсем не в тех тонах, в которых я разговаривал в своем кабинете. Ну, уже немножко по-другому. Я могу и так разговаривать, могу и так разговаривать. Ну, вроде мы вопрос урегулировали, то есть все претензии они сняли, все там, куда-то, и мы уже собираемся расставаться, и они говорят, такой вопрос задают. Уже все, я собираюсь уже. Они говорят, слушай, а мы одного не можем понять, а почему ты в первый наш визит, скажем так, нас не послал? Ну, типа такой крутой, а ты же мог сразу по-другому разговаривать? Я говорю, ну, я не считаю себя морально вправе, я сорвал, я обязан возместить. Вот все, что вот я обещал, я в итоге возместил, у вас претензий ко мне не было, а сейчас вы фактически начинаете меня напрягать. Но здесь уже разговор идет немножко по-другому. Это вот к вопросу о лихих девяностых. Теперь смотри, у тебя сегодня власть не так же разговаривает сегодня? Ну, смотри, что имеется в виду. А что имеется в виду, когда слова же Путина, когда он сказал, давайте к ним пришлем докторов и следственного комитета. Ведь меня тоже тогда, вот эти ребята, меня же никто не бил, меня никто не убивал, шел моральный прессинг, который мог во что-то перерасти. А мог не перерасти, но начинается все вот с этого напряга, вот с этого прессинга, да? То есть у тебя сегодня, твои лихие девяностые, те от сегодняшних, знаешь, чем отличаются? В чем? У тебя бандиты там. А тогда были? А тогда, понимаешь, в чем дело, не было вертикали власти. Махана-то не было. Бандиты сейчас выстроились в вертикаль, получается? Конечно. Ты возьми, перелапай свой депутатский корпус, я вас, конечно, плохо знаю, вашего брата. Ну, как, мало с вами общаюсь. Ну, да даже думу ту же возьми. Имеется в виду, ну, не нашла с Аркадской, а тут думу возьми. Ну, все равно. Конечно, да. Бандиты все там. А у тебя губернатором, простите, кто сидит? Ну, охранник Путина. Ну, бригадир. 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 То есть человек, который, ну, я считаю, я могу не любить Гужвина сколько угодно. Я могу к Жилкину, я к нему нормально отношусь, но чисто теоретически, может быть, я бы мог к нему иметь какие-то претензии, хотя потому что он бывший комсомонс. Если Гужвина я просто не люблю, то к Жилкину я отношусь достаточно ровно, хотя его люди и не любят, да? Но и Гужвин, и Жилкин, они вообще-то не охранники. И они вообще-то не бандиты. Я могу не любить коммунистов сколько угодно. Я антикоммунист, ты это знаешь. Но все-таки в руководстве имеется в виду не какие-то там вот там. Да и там, наверное, тоже в политбюро все-таки были другие люди. А у тебя сегодня кто? По фамилии перебери, погляди. У вас лихии 90-е, кстати, скоро наступят. Ведь как? Типа ты вышел на улицу, тебя убили что ли? Не было такого. А как было? Ну нет. Немцов убили? Убили. Ну вот, вышел на улицу и его убили. Вышел на улицу и его убили. То есть, понимаешь, кому суждено быть убитым? Их убивают. Их и тогда убивали, и сейчас наверняка убивают. И если сегодня тебе говорят, что кто-то там выпрыгнул из окна, или там повесился, или еще чего-то, ну мы с тобой не знаем, как, что, где. А то, что сегодня не отстреливают на улице, как Немцова, ну то есть Немцова, да, застрелили на улице. То есть, если, допустим, в лихих 90-х, ну да, убивали на улице. Бывают такие вещи. Ну не убивают сейчас на улице, ну по-другому убивают. Какая разница? Немного вернемся в предысторию. Давай. Распад СССР, 91-й год. Я трогал, шутку белого дома простоял, выцеплений. Вы на тот момент работали кем? Я работал инженерным программистом с Магадан-Гласнаба на Нижнековом. Как раз я 19 августа прилетел в командировку в Москву. Да, прямо 19 августа, и мы же тогда с товарищем ехали из аэропорта, а я спал, у меня толкает, говорит, Вова, на улице танки, а я как в том анекдоте, знаешь, словно дерево, и Василий Иванович словно на дерево лезет. Ну что ты пристал, может, у него там гнездо. Ну этот меня толкает, говорит, танки, танки, на улице. А я спать хочу. Я говорю, да ну тебя нафиг с твоими танками. Вот, приехал в госпитальный переулок, вообще, к Бауманке. Ну я там у ребят останавливался. И это, вообще, я бы пришел, вообще, нет никого. Выхожу, стоят молодые люди с этим, с флагом российским. Понимаете, что-то подошухнули, что-то спросить нам туда-сюда. Ну и видно, как будто в поход собираются. Понимаешь, это было, наверное, часа 4 или 5 вечера, где-то вот так вот. 19 августа. Да, 19 августа. И выясняется, что они собираются к Белому дому. Я говорю, меня возьмите с собой. Я не возьму, потому что я как что, а я не в курсе, и у меня тут самолет, перелет, мне, ну как бы, не до этого. Не до ГКЧП. Мы идем, типа, Белый дом защищать. Я говорю, возьмите меня с собой. Они говорят, пошли. И вот я уже вечером, где-то часов 7, наверное, вечера, я был в Белом дому. Нет, только когда выступал с этими бронещиками, конечно, да. Я там простыл, там уже в дождь шел. Там уже в дождь шел, я там простыл немножко, приболел. Вот, все вот эти, сколько, 3 ночи, по-моему, или 2 ночи, не помню. С 19-го на 20-е, с 20-го на 21-е, две ночи. И какие были чувства, то, что защищаете депутаты? У меня, да, у народа нет, у меня, да, дело в том, что я дембелизовался в 88-м году, у меня еще, как бы, еще армейские, там, навыки автоматом, все вот эти вещи, мне это не отошли. Я-то, в принципе, да, грубо говоря, я шел туда умирать. Да. А вам было на тот момент сколько лет? Ну, считайте, 91-й, я 68-м, 23 года. Я шел туда умирать, да. Потому что я к коммунистическому партию относился очень хорошо. А вот народ, который, я же там не один был, то есть мы палатку когда поставили, еще более-менее пусто было. Вот народ потягивался, потягивался, в основном народ уже 20-го, конечно, весь подошел. Кольцо, фактически вот кольцо сформировалось, оно где-то идешь, 20-го числа. Да, много людей было, которые отнеслись к этому, как к этому, как его, то есть нет движуха, развлекалочка. Вот, сначала, поначалу, понимаешь, что я? События 21-го августа, когда трех же парней на Тадовине. Нет, это было не там, где я, я, наша палатка стояла, значит, вот дом правительства, Белый дом, вот у него лицевая часть, тупильная часть. Вот мы были на тыльной стороне, между парком и Белым домом, слева горбатый мостик, а вот здесь вот справа, вот если на Белый дом вот так стоять, вот с балкона, с которым Ельцин выступал, то есть не там, где он на танке перед центральным входом, а он же с тыльного балкона выступал, вот этот вот газон, который потом весь выкоптали. Вот так, если лицо на него смотреть, вот тут справа автобусы стояли, три или четыре автобуса с медиками, слева танк потом приехал, встал, вот, и наша палатка как раз перед нами, это дирижабль, дирижабль, вот этот вот летал там, ну, такой дирижабль запустили, такой небольшой, с российским приколом. А вообще, если говорить о конце 80-х, начале 90-х годов, было ли ощущение, что Советский Союз уже заканчивается? То есть до самого конца казалось, что... Нет, ну ты не забудь, мне 23 года было. В 91-м году мне было 23 года. Во-первых, сделаю скидку на возраст. Я тогда еще, конечно, маленький, в каком смысле маленький, я физически-то может быть большой, физически, а вот с точки зрения менталитета 23 года, это еще человек мало чего, понимаешь. Я тогда не мог оценить, в частности, экономическую составляющую. Бухгалтерский учет, я стал специалистом в области бухгалтерского учета где-то году, наверное, в 94-м, вот именно как бухгалтер, когда я очень хорошо стал понимать активы, пассивы, все эти вещи. Соответственно, конец 80-х и 90-е я еще экономику вообще не понимал. То есть ту же самую экономику, допустим, мы постоянно учимся, 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 всю жизнь мы учимся этой экономике. И, конечно, сегодня знания экономики у меня гораздо, ну, просто не сравнимы с теми, которые были тогда. Тогда я ничего этого не понимал. И, конечно, я не мог представить, что все это... Я мог не любить сколько угодно советскую власть, но представить, что советской власти не будет, я не мог. И поэтому, когда вот они сказали мне, типа, мы идем, типа, защищать Белый дом, естественно, я с ними пошел. Потому что такой шанс бывает один раз в жизни. И то, что произошло, то, что коммунистов скинули, то, конечно, это великое. Это великое. А по вашему мнению, это произошло из-за чего? Кто был движущим механизмом? Кому это было выгодно? Ты понимаешь, в чем дело? Нет, я думаю, нет. Я думаю, что совсем не так. Ты знаешь, оно развалилось. Ну, как это? Оно утонуло. То есть не было никакой людей, которые задумали это? Нет, нет, нет. Я считаю, вот, опять же, ну, 23 года, я мог чего-то не знать. Я мог не знать каких-то подводных течений. Вот если сейчас мы начинаем обсуждать башни Кремля, там, Путины какие-нибудь, Сурковы, там, еще же, в те годы, ну, что там, пофамильно ты плюс-минус это политбюро знал? Ну, фамилии ты и знал, портреты вы их на демонстрации носили, но кто чем дышит, по крайней мере, в возрасте 20-30 лет, я думаю, абсолютно никто ничего этого не понимал. Вот. И вы не забудьте, что 91-й год начался, а не в 91-м году. Я же в Фейсбуке, ты же, ну, читаешь на вас, смотришь, что я пишу. Я же что пишу? Ждет, ждет шахтеров Горбатый мостик. Ждет. Если вы думаете, что революцию будет делать Сармин, Шейн, там, Соколов, я не знаю, кто там еще там. Кто у нас там? Навальный, да? Навальный, Навальный. Кто еще там? Кто у нас? Ходорковский, да? Не, ребят, не-не-не-не. Мы можем любить Навального, не любить. Мы можем любить Ходорковского, не любить. Сколько угодно, ради бога. Но революцию будут делать не они. То есть переворот Дворцовый. Вот то, что ГКЧП попыталось сделать, ну, наверное, это Дворцовый переворот, да? Переворот Дворцовый, да. Если будет Дворцовый переворот, то это будет делать кто-то. А революцию, а я считаю, что в 91-м году, я считаю, что в 91-м году была революция. И революцию будут делать люди. Ну, конечно, в 17-м году был Ленин Владимир Ильич, да? С Троцким, да? У нас, значит, в 91-м году был Ельцин. Конечно, во главе кто-то встанет. Но начинается не с них, ребята, не. И снять с народа. Почему? Потому что, опять же, меня нельзя брать за образец. Ну, все-таки, вот я тебе сказал сразу, я шел туда умирать, да? То есть, ну, может, с мерцем давно сказать, ну, ты такие вещи говоришь пафосные, там, шел умирать. Не, ну, я действительно, я шел умирать. Но я идеалист, фиг с ним. А ведь есть люди, которые идут умирать и не только за идею. Они могут идти не за что-то, они могут идти против чего-то. И вот когда эти люди будут, тогда будет революция. Ну, неважно, будут. То есть, всех, получается, устраивает нынешняя статус-клоп? Оно бы и в Советском Союзе бы всех устраивало, если бы они не допустили просчеты в экономике. Тем более наших советских людей. И те люди, советские люди были. И сегодня люди у нас в большинстве своем советские. В большинстве своем советские. А советские люди, люди, у них другая мораль, у них другая нравственность. Понимаешь, что они делают? Их все устраивает. А чем они отличаются от условных западных людей? Я считаю, что у советских людей нет чести, совести. Это проявляется в чем? В чем? Ну, пожалуйста, Путин, когда тебе говорит, мы рекомендуем. Но здесь проявляется отсутствие чего в рекомендациях? Понимаешь, в чем дело. Власть много делает вещей. Власть плюет, ну просто реально плюет. У тебя даже, вот смотри, помнишь момент, когда 2, 3, 4 года назад, 5 лет назад, когда это было? Когда Путин говорил о девальвации. Когда сидит корреспондент, сидит Путин, вот тут Путин, здесь корреспондент, и они говорят. И Путин говорит, ну доллар упал немножко, ну чуть-чуть там упал, тут ему говорит, на 30%. Он, ну там, ну какие-то, помнишь этот момент? Нет, это же очень показательный момент, очень показательный. Ведь фактически он, ну я считаю, он плюет на людей. Вот просто плюет и все. Плюет. Он их не уважает. Власть очень много делает вещей, где проявляется вот их неуважение. Плевает. А, советские люди, мы... Ну у тебя, смотри, у тебя там, кто там, Франции какие-то, Голландии, какие-то Испании, какие-то Англии. Что у них там, забастовки там, что-то там, демонстрации какие-то там, машины громят. А в чем причина-то, менталитет или... Нет, нет, я считаю, я же тебе еще раз говорю, у нас... Ну как, ну да, это, наверное, свойство менталитета, когда я тебе сказал, люди без чести, совести и достоинства. То есть, понимаешь, если человек сам поглец, то он, в принципе, и подлости прощает. Ну а почему нет? Он же сам подлец по натуре, понимаешь, что дело? И поэтому абсолютно спокойно, нормально, если кто-то совершает подлость. Он не видит причины бунтовая. Вспоминай фильм «Убить дракона», там момент, когда этой жене Архивариуса дают пощечину. Она там, сплакнула, идет, у нее служанка на глаза попадает, и она, кироги, пощечина. Помнишь этот момент? То есть, отыграться на слабо. То есть, такое же, понимаешь, дело, абсолютно такое же. Советские люди, они такие, поэтому они будут прощать власти. Они же не просто так, вот, всяким оппозиционерам, вот, там, кто-нибудь, даже в тех же фейсбуках, да, ты смотришь, когда начинают, там, цепляться, там, кто-то за Навального, кто-то против Навального, там, и они начинают между собой это. Какой аргумент? Типа, что вы говорите, что они горе, вы придете на их место, вы тоже будете... Правильно, да? Все. Народ судит по себе. У нас народ, он, в принципе, такой, и поэтому, что бунтовать-то? Он не будет бунтовать по этим причинам. То есть, он не будет бунтовать по нарушению прав. Он не будет бунтовать с точки зрения хорошо, нехорошо, прилично, неприлично. Ну, непонятие прилично. Он будет бунтовать только в одном случае. Ему ничего больше. И вот тут начинается 88-й год, 89-й, 90-й, и шахтеры приходят на Горбатой мосте. Вспомни Новочеркасск, читал события Новочеркасск, с чего все началось? Ну, когда расстрел в Новочеркасске, ты что, не знаешь, с чего началось все? Когда они утром встают, встают и по радио объявляют о повышении цен, они приходят на работу, а им объявляют о повышении норм на выработке. То есть, понижение оплаты труда. То есть, утром им объявили о повышении цен, как в Советском Союзе это было по просьбам, по многочисленным просьбам трудящихся. Значит, повышение цены, они приходят на работу, а им понижение зарплаты. И они начинают бунтовать. Никто из них никогда не будет бунтовать из-за того, что там власть ведет себя как сволочь, просто-напросто. Просто как сволочь. Ладно, не будем брать Навального. Это РПЦ, торговля в храме Христа Спасителя. Когда суд отказывается признать торговлю торговлей, это что? Нет. Вы понимаете, то есть, вы можете ради Бога признаете, что у вас церковь вне закона. Признаете, что им можно делать что хочешь. Но они же, суд, суд, суд выносит неправосудное решение. Все это видят. Ты что, видел, чтобы кто-то оскорбился этим? Нет. Но даже если оскорбился, то что можно было сделать? Еще раз тебе говорю, посмотри на эти страны, они бунтуют вообще-то. Они жгут машины, они там что-то рушат, они там чего-то, они реально бунтуют. Ты когда последний бунт в России ели? Вот именно бунт. Даже 91-й год бунтов-то не был, вспоминай. 93-й год. 93-й, там я в этот момент как раз уехал из Москвы. В 93-м году там непонятно, кто бунтовал, народ или Ельцин. Ну, я привел пример. Там сложный вопрос, да, я не могу судить о 93-м. Ну, не могу, правда, не могу. Плохо, плохо, помню, плохо знаю. 91-й могу, 93-й не могу. А в чем тогда выгода от такого поведения? Человеку, народу, народу? Человек-то, да, действует из каких-то долгосрочных либо краткосрочных выгод. Почему и нет? Нет, нет. То есть вообще, типа хулиганства. Нет, режим под пальмой жрем банан. Знаешь, да, этот анекдот? Про негр знаешь анекдот? Зачем работать? Да, зачем работать? Лежим под пальмой жрем банан. Нет, никаких выгод. То есть, опять же, тот же самый русский менталитет, да, вот, допустим, русский и хохол. Знаешь, чем отличаются русский и хохол? И тут украдут и этот. Одинаково. То есть украдут. Разница только, вот в чем. Хохол отдерет доску от твоего забора, притачит к себе домой и прибьет к своему. А русский ее просто сломает. Нет у нас выгоды, понимаешь? Нет, вот, нет вот этого ничего. Вот сам Советский Союз, что-то же у него было хорошего, что мы не тратили? Не может быть такого, чтобы... Раз эта государственная формация существовала, существовала 70 лет, значит, у нее было... Что, подавайте, секунду. Тих-тих-тих-тих. Нет, 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 абсолютно правильно и говоришь. У тебя... Если бы Гитлер вел себя чуть поумнее, была в нацистской Германии. Ну, а она была выгодна там для немца, допустим? Да, кстати, очень верное замечание. Тем не менее, возвращаясь к вопросу. Возвращаясь к вопросу. Какие-то были хорошие стороны в Советском Союзе, которые бы утратили, которых сейчас, допустим, нет? Ты знаешь, я не могу вспомнить. То есть в нем ничего хорошего? Нет, мы можем сказать, что в Советском Союзе было хорошо, что мне было 20 лет, и я за ночь столько успевал. Но это не вопрос Советского Союза. Это вопрос, что мне было 20 лет. Советский Союз. Все зависит от того, с кем ты будешь обсуждать этот вопрос. Если ты сейчас вопрос... Действительно. ...со мной... Вот если со мной ничего не было хорошего, вообще ничего хорошего не было. Ну, ты зря мне этот вопрос задаешь. Я очень сильно отличаюсь от большинства. А большинство тебе скажет по-другому. Вот большинство как раз скажет. Зато там трудоустройство было всем. И квартиры давали. Здрасте, приехали. Кто это вам сказал, что трудоустройство было всем? В государство. Вот тогда... Нет, секунду. Опять же, как в том анекдоте. И вы говорите. То же самое и здесь. Все говорят. Моя мама всю жизнь простояла в очереди. Не получила жилья. Не получил. А пожалуйста, простейшая математика, смотри. Ты говоришь, давали квартиры, да, в Советском Союзе? Ну да, вопросов нет. 20 лет работаешь на предприятии за маленькие деньги. Ну, типа, это его... И ты уйти не можешь. Потому что если ты уйдешь, ты потеряешь очередь. И эта очередь держала. И работал ты хорошо. Почему? Потому что будешь плохо работать, тебя уволят. Тоже вылетишь из очереди на жилье. Правильно, да? А теперь смотри. 20 лет. Если сегодня у тебя зарплата, допустим, 30-очка. Ну, к примеру, да. Давайте я посадим на мрот. Чего 20 лет дадим тебе квартиру. Ну, кто-то может скажет, что и нормально. Да ты что? Это скажет в том случае, если мозгом совсем не считать, совсем не умеет, тогда, ну, скажет, ну, идиот же. Тоже так же, люди же в апотеку лесу. Ну, в том смысле, что вы намекаете, что люди сами оплатили эту квартиру за счет сниженной зарплаты. За счет низкой оплаты труда. Ну, и не только за счет этого. Смотри. Я вспоминаю, Дима Кожевников, мой одноклассник, вот на Колыме жил, да? Я вспоминаю, как мы... А! Не надо на Колыме! Пожалуйста, Астрахан! Андрюша Джималбеков, мой одноклассник. Ну, и учились мы с ним в девятом классе. Вот мы сидим на улице Чехова, да? Академика Королева улица, вот с этой, с Адмиралтейской, направо на Королева поворачиваешь, и первый двор вот сюда вот. Вот там живет Андрюша Джималбеков. Он, кстати, погиб с одним из бандитов, расстрелом от Саревы был, когда Андрюша был у него водителем. Его тоже положили в те самые девяностые. Я помню, как они жили с мамой, в каких условиях вдвоем. Из удобства. В маленькой комнатенке. Ну, удобство на улице. Комнатенка маленькая-маленькая. Вдвоем. А Дима Королевников, вот там на севере, я вспоминаю, вот, вот не поверишь, вот твой проем, да? Вот до стены, и вот до стены. комната. Все. Помнишь, как у Высоцкого? Система коридорная на 38 комнатах, всего одна убрана. Вот в этой комнате жил Дима, его мама и его папа. Он, поскольку, размеры представляешь, да? То есть, общий туалет, общая ванна, общая кухня, комната, вот она одна. В этой комнате находится все. И вот стоит кровать вот этой их, а у Димы, у Димы, мы в 7-8 классе учились, а у Димы, это по-нынешнему, 8-9, ну, у нас же на год там слишком было, Дима спал на кресле кровати. И вот я, когда зашел в ее комнату, я вот так лежу, и вот в правом дальнем углу стоит вот эта, ну, скажем так, двухспальная кровать, а рядом с ней вот так стоит кресло кровати. И я понимаю, что если сейчас кресло кровати, вот так разложить, то она же прям вот буквально до этого, до стены, все, ходить-то негде. Вот на моих глазах он прожил так 3 плюс 2, 5 лет. Сколько до меня они жили, я не знаю, сколько после меня, я тоже не знаю, потому что я же не все же время на кроме жил. Поэтому к вопросу давали квартиры, кому-то давали. Так их и сегодня у кого-то есть, у кого-то нет. Да? А если говорить о трудоустройстве, гарантированном в Советском Союзе? Так и тебя, и сегодня гарантированно, я думаю, трудоустроит нам рот. Логично? Сейчас подожди, с трудоустройством сейчас вообще красота будет. Пока еще безработица-то, нет? У тебя, у тебя, у тебя сегодня, у тебя же сегодня люди не работают, а в Советском Союзе ты не мог не работать. Статья! Тунеярство! Мало того, что гарантированное трудоустройство, вы посмотрите указ на оскольки, о шести, о семи, что ли, дневные недели по 12-часовому рабочим днем. Ну, когда? Чуть не в 56-м году только был отменен, по-моему. Вы почитайте. Потом вы забываете, что были времена, когда ты не мог уволиться с работы. Ты не имел права уволиться. Ну, почитай, почитай, поищите документы. В мои годы уже этого не было. То есть, в мои годы, я родился в 68-м, то есть, после Хрущева, я так понимаю, что все хорошее началось с Хрущева. Вот все, что я читаю, вот я так понимаю, все хорошее началось с Хрущева. Понимаешь, что у него? Вот более-менее человеческое. Ты не мог уволиться с работы. Без согласия на то руководителя предприятия. Если еще, ты даже, вот если сейчас вспомнишь, все советские фильмы, которые ты видел, вспоминая в фильмах, очень часто такая, в фильмах, в книгах, подпишите заявление. Подпишите заявление на увольнение, подпишите заявление, а руководитель не подпишу, не подписываю, не подписываю, под сукном лежит. У вас вопросов не возникает? Вот сегодня как тебе могут не подписать заявление? Как тебе могут? Что значит? Подпишите, не подпишите. Брось его начальнику заявление, и все, пусть попробует что значит не подпишет вспоминаете, вы фильмы вспоминаете когда он берет заявление, он убьет не подпишу ведь даже в поздние советские времена в фильмах это отслеживается хотя уже этого не было но это отголоски тех времен когда ты не мог уволиться с работы нельзя не имеешь права, турма если говорить уже о 90-х годах у меня тут есть справка историческая 20 мая 1991 года Верховный Совет фактически разрешил свободный выезд из СССР открыли границы наверное, я плохо помню вы были вообще за границей? был в 98 году какие впечатления? и в какая страна? я на Кипре был видите ли когда я должен был поехать за границей еще на практику с Рыфтуза но я поругался с КГБшниками мне везут за рубрики кстати, вот еще один пример вам, пожалуйста, Советский Союз просто пример я за границу, слава богу, не рвался а ведь мои все однокурсники они же все мечтали просто вырваться за рубеж шмотки, джинсы, все эти вещи мне просто не надо было я без этого могу жить мне не надо а люди мечтали вот как сегодня кто-нибудь за границей мечтают съездить там посмотреть ну мне это не надо было и КГБ вот они анкетированы анкету мою берет а у меня в графе отец стоит прочерк а он мне типа это что за прочерк ну-ка типа заполняйте я говорю как я типа ну я не знаю я всю жизнь расту без отца и он мне типа там выдал как-то он так сказал типа что твоя мать не знает с кем она спала ну в таких вот тонах понимаешь чем я и вот этот прочерк в графе отец ну правда может быть это не явилось такой серьезной причиной но с легкодимым тогда легкодимцы у нас был вот тогда тогда мы с ним очень сильно это поцапались и Турпищев мне тогда выговор в Лепио он висел на кафедре на дверях это ректора Турпищев нет Турпищев это был заведующий кафедрой этой электрических машин Шамиль Аббасович Карфаген Карфаген Турпищев Марина Семеновна жена его секретарь в чем его совет была вот Олег Кодимов мне тогда это визу мне не дали и Турпищев мне выговор влепил вот из-за того что я поцапался первым отделом это к вопросу чего хорошего вот другое дело что я конечно абсолютно не жалею что я не попал на практику потому что ну не хотел я за границей то есть мотаться по морю 6-7 месяцев ради того чтобы на 2-3 дня в порт выйти у меня не было никакого желания а в Астрахани вы переехали в каком я нет я коренной астраханец у меня так жизнь просто сложилась что там жил там жил там жил в некоторых местах а так я коренной у меня на улице советский прапрадед имел электроэлектрическую мастерскую вот и администрация вот администрация улица советская там вот магазинчик кулинарии вот по-моему прям в ней в конце не прошлого а соответственно позапрошлого века у меня там мой прапрад так что мы электрики еще вот с тех лет ой меня единственное что конечно вот я вспоминаю когда я говорю вот мы с женой обедали допустим мы не в отеле обедали у нас был полупансион то есть завтрак или мы в отеле а ели в городе обед у нас такой на вольных хлебах я просто вспоминаю что вот когда я плачу за обед я вот расплачиваюсь вот я плачу 100 долларов да 100 долларов не обходился обед я выплачу и я сколько моим людям работать за эти 100 долларов на это огромные деньги вот с этой точки зрения да я был конечно очень впечатлен насколько мы бедные насколько мы нищие были тогда кстати говоря о 90-х вот символы 90-х 90-х это малиновый пиджак золотая цепь 600-ый мерседес ну цепь я не носил я галстуки так считаю всегда галстуки начал даже с малинами мечты об этом были а золоте нет нет ну у меня 840-ой обои на вольвее прекрасно видел как был костюм да красный красный малиновый пиджак с золотыми ну не золотыми конечно желтыми пуговицами да но я всегда носил не цепь я носил галстуки всегда но меня с детства в школе приучили носить галстуки я как бы меня цепями а откуда это появился где-то увидели или это галстуки нет пиджаки малиновые слушай я не помню я не помню откуда это взялось но вообще-то крупные пиджаки они очень эффектно конечно смотрятся что говорить вот это же крупные пиджаки особо и же крупные пиджаки носили прям как на повседневку носили вот а двубортные я вообще люблю двубортные вот я лично я люблю двубортные костюмы откуда это взялось я не знаю но я же не из богатых я из бедных и конечно когда я видел людей богатых вот одетых именно так естественно для меня это было естественно у меня было малиновые пиджаки а в 90-х вы когда занялись бизнесом я не бизнесом немножко не так я всегда могу зарабатывать вообще всегда когда я не был предприниматель что мне дал какую возможность мне дал Ельцин спасибо ему большой низкий поклон в конце 91-го года у нас был принят закон о предприятиях и предпринимательской деятельности это закон который разрешил людям заниматься предпринимательской деятельностью кто вам пытается рассказать значит что частное предпринимательство было разрешено еще во времена Горбачева после 85-го года это неправда это имеет кооперация кооперация это совершенно другое а именно Ельцин 91-го года в конце в декабре был принят закон который разрешил персонально каждому человеку физическому лицу получать прибыль не заработок а прибыль начали и в январе 92-го года буквально через несколько месяцев я получил свое первое свидетельство у меня там где-то дома и чем занимались программированием разработками я разрабатывал немножко учил людей на коммерческой основе но тогда это очень хорошие деньги приносило вот я занимался вот этим ну конечно я ошибку большую допустил почему потому что я же семи интеллигенции поэтому у нас торговля допустим считалась всегда презираемым занятием а мне бы дурачку надо было бы это торговляшкой заняться компьютерами нет 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 поймите запомните крутые люди компьютерами не торгуют нет почему крутые люди торгуют говном допустим нефть в этом смысле ну согласитесь что продажи компьютеров и продажи нефти это не сопоставимо совсем не обязательно нефть пожалуйста торгуйте песком торгуйте щем торгуйте туалетной бумагой торгуйте даже просто бумагой не надо торговать компьютерами не надо то есть крутые люди такие вещи не знают вот а я тогда был маленький глупый я ничего эти вещи не понимал мы же инженеры мы же крутые понимаешь что дело и я вот занимался разработками программированным обучением интеллектуальным такими вещами надо было заниматься торговлей потому что тогда бы да можно было стать миллионером реально миллионером значит если интеллектуальным допустим те же самые разработки либо ты должен тащить все сам делать сам тогда какой же это бизнес если ты делаешь все сам ты с таким успехом можешь устроиться на работу за большую зарплату либо ты если ты нанимаешь кого-то то ты во-первых попадаешь от них в зависимости это первое а во-вторых ты же интеллектуалов много-то не найдешь ну их априори меньше понимаешь чем дело и интеллектуальные вещи спрос всегда гораздо ниже вот у тебя сейчас допустим вот ждем обнищание населения к примеру да вот все мы ждем что население оно нищает потихоньку уже седьмой восьмой год по-моему нищает население с какого с тринадцатого года оно и дальше будет нищать и сильно будет нищать и много будет нищать так вот что будет потреблять это население явно интеллектуальный какой-то дешевый талант конечно мне в свое время рассказали не знаю насколько это правда про одного нашего известного в Астрахани щебень он купил он купил щебень и говорят всю Астрахань засыпал этим щебнем все площадки занял под щебень все везде где только можно было он везде сгрузил щебень а буквально через некоторое время произошли проблемы с перевозками а весь щебень у него щебень а вы о компьютерах об айфонах ребят ну забудьте нафиг торгуйте с щебрами торгуйте с щебрами а если вообще говорить о 90-х ощущение свободы в то время было нет ощущение свободы да конечно было так простите вас и сегодня никто не зажимает самое интересное вас и сегодня никто не зажимает сейчас же карантин ходить-то нельзя кто сказал подожди мы только что с тобой мы только что с тобой говорили о том в начале что что значит нельзя не рекомендовано как же для себя установлен так вот тебе и раз да поэтому с точки зрения свободы и сегодня и тогда если на то пошел у вас свободы сегодня больше чем 90 вам говорить говорить может быть чуть меньше можно чем в 90-х с точки зрения гласности вот Горбачев гласность начал когда то есть разрешили языком молоть да и после Горбачева мы все привыкли языком молоть и когда сейчас коммунисты я Путина считаю коммунистами когда коммунисты сейчас начинают прижимать естественно народ начинает возмущаться ну вот это цензура там всякие вот эти вещи народ начинает возмущаться вот с этой точки зрения начинают прижимать, а все остальные свободы у вас есть. Так что нельзя говорить, что у 90-х свободы было больше. Нет? Все одинаково. Мало того, Путин еще вам и... Вам кто ЕМВД ввел? Вам кто упрощенку ввел? Кто-то при Путине был. Конечно. Мало того, вас вообще перестали, можно сказать, трясти. Особенно мелкий бизнес. Ну вот я торговлей занимаюсь, у меня торговля, да? Мелкий бизнес. Вообще никто нас не трясет. Вообще никто. А в 90-х, извините, постоянно трясли, постоянно проверяли. Так что свободы сегодня, порядок больше, чем было в 90-х. Проблема в другом. Проблема в другом. Проблема в том, что был у меня момент, когда я в 90-х оттаскал хорошенько налоговую инспекцию. Они пришли документалочки ко мне к предприятию проверять. А я так их прессанул. Очень сильно прессанул. Вот. То они после этого там был анекдот, когда глобуша приходит, смеется. Я говорю, что смеешься? Она говорит, сейчас по улице, навстречу шел начальник бригады, которые нас тогда, тогда, тогда проверяли. Я говорю, ну и что? Она говорит, я ей вот суп за руку. Говорю, уже почти три года прошло. Вы где? Положено проверять раз-два года. Мы вас ждем. Он говорит, от меня вот так вот шарахнулся, убежал с криком «Вас в плане нету». То есть, один раз по башке мы стучали и все, они дорогу забыли. Понимаешь, чем дело? Я в 90-х выиграл суд у гаишников. Меня гаишники прессанули, то есть, гаишники прессовали не так, как сегодня. Понимаешь, чем дело? То есть, и я подал в суд, я прям из принципа, дело не в деньгах, вот просто на принцип. Я пошел, я подал в суд, и я выиграл этот суд. И я без прав, без прав, я без прав катался полгода. У меня фишка была как? Я суд выиграл, и взял решение суда, и бумажка, значит, выпуска, и там была такая фраза «Права вернуть». Вернуть удостоверение. И меня, когда менты останавливали, прессовали. И я раз ему вот эту бумажку, он права. Я ему раз вот так вот решение суда. Он говорит, а что вы тут мне судете? Права. Я говорю, читай. Он говорит, а что? Я говорю, права лежат у вас в кабинете. Он говорит, сходите, заберите. Я говорю, читать умеешь? Что написано? Права вернуть. То есть, это вы должны ко мне прийти и права мне вернуть. Вернуть. Он, типа, вы без прав, я вас сейчас, типа, я говорю, попробуй. И он прекрасно понимает, что если он сейчас что-то со мной сделает, я опять в суд, и дело кончится, как бы это, для него, может быть, не очень хорошо. И он меня отпускает. Я без прав едем, там, чуть ли не год, по-моему. И в итоге вернули права? В итоге, нет. Там, где у кончилось, в другом. Я на площади Октябрьской еду, останавливает меня какой-то то ли старший лейтенант, то ли капитан. Это был вообще анекдот. Ну, я, как обычно, как-нибудь, малиновый пиджак, на вольве пальцы веером. Я ему раз, это решение суда. Он, наверное, пристал, улыбается. Ну, наверное, уже в батальоне меня знали, что есть такое чудо, которое ездит. Я говорю, ну, типа, все. Он говорит, Вадим, Вадим же. Вот сегодня уже не все. Я говорю, а что такое? И произошли изменения, то ли в процессуальном там каком-то, то, в общем, короче, изменения в законодательстве. Он говорит, теперь вот там уже на уровне закона прописано, что вы обязаны сами сходить и сами забрать. Решение вступило в силу, там, вот это, ну, акт вот этот какой-то, типа, три дня назад. Поэтому, говорит, и я так стою, я понимаю, а он офицер, не какой-нибудь сержант там, а такой, ну, интеллигентный такой, интеллектуально развит, и все, он улыбается и говорит, типа, ну, все, доездился. Ну, то есть, получается, я бесправ, и он меня сейчас должен, это, ну, арестовать. Он мне отдаёт, говорит, я вас, конечно, трогать не буду, езжайте, но вот я вас предупредил, имейте в виду. И я так, ну, во-первых, мне неловко, я, по-моему, денежку ему какую-то дал, ну, тогда мы это, как билеты покупали, вот это вот, конечно, отстёгивали, они брали. Вот. Я, я, значит, отъезжаю от него, я еду, я буквально, вот только тронулся, остановился, сигарету закурил, я думаю, нет, ну, он меня отпустил, хорошо, а я же сейчас дальше поеду, и потом, а что дальше-то делать, и я даже не знаю, куда там чего-то забирать, где. Я машину остановился, выхожу, иду к ним, он поворачивается на меня, смотрит, ну, он удивлён, типа, что, я от него подхожу, я говорю, ну, отпустил, спасибо, говорю, хорошо, я говорю, проблему только тебе решать надо, он говорит, какую, я говорю, ну, я же без прав, он улыбается, говорит, ну, это типа, ваша проблема, я говорю, ну, ты мне проблему реши, в общем, он мне проблему реши, то есть, права мне привёз. Вот, ну, с чего начался разговор-то, с того, что можно было в суде, и отношение, вот, с ментом, оно другое было отношение, потом, я помню, этот департамент торговли, общественного питания, когда, вот эти вот проверки магазинов, всё там, туда-сюда, с ними тоже бодался, тоже их прессанул, статистику помню, я прессанул, то есть, я их ходил, прессовал направо и налево, а мне рассказывали, вообще, как, голубушка приезжает, смеётся, я говорю, ты что смеёшься, она говорит, блин, я сейчас в налоговой, такой концерт, блюдовая, я говорю, что такое, она говорит, ну, сижу с инспектором, а она говорит, у нас там в кабинете трое, что-нибудь четыре стола, ну, и инспектора сидят с посетителями, и вдруг, удар ногой, в дверь, налоговая, это вот, кировская, вот это вот, ну, где, ЗАГС, вот возле моста, вот это вот, налоговая терраса, куда дверь, ногой, дверь, вот так вот, с инспектором, вот так вот, заходят, мужик, вот такой, глаза вот такие, и там, что-то не мать, вы что, типа, совсем, я чё к вам сюда, ходи, что ли, и кто тебя, а вы кто, а он, я лихобабин, был такой лихобабин, Виктор Константинович, которому прям лежали все остановки, ну, в городе, все вот остановочные, вот эти, вот это все были его, да, Виктор Константинович, лихобабин, то есть, поэтому, когда тебе Путин говорит, лихие 90-е, да, для него это ужас, почему, потому что, кто такой он, вообще, кто он, Путин, кто налоговый инспектор, кто там, они вообще-то живут на наши деньги, на деньги на его платежки, и в 90-х, так и было, понимаешь, что дело, они должны работать, они должны исполнять, и не были они богатыми людьми, они были, весьма бедны. Ну, так сам же он, благодаря этим 90-м, появился в политике? Извините, что это он, благодаря 90-м, появился в политике? Кто такой Путин, до того, как нам его представил Ельцин? Директор ФСБ? Да, ну, сколько он там был, в этом ФСБ, во-первых, а во-вторых, мы что, его помним, что ли, как директор ФСБ, кто-нибудь его помнит? Нет. Для нас он появился, ровно с того момента, как его Ельцин привел, и поставил. Поэтому, когда вы говорите, что Путин появился, благодаря 90-м, да ничего не благодаря, ну, так сложилось, ну, вот Путин стал президентом, но, то есть, для них 90-е, это, конечно, ужас, он бюджета не будет. Вы понимаете, не будет бюджета. Это для них ужас, ну, конечно, ужас, а власть держится, на чем? Власть держится, в первую очередь, на бюджете. Беспредел, беспредел, можешь творить, только с хорошим бюджетом, без бюджета ты беспредела творить, не сможешь, и в 90-х беспредела не было. А то, что вот эти лихие 90-е, ну что значит лихие 90-е? Кто-то кого-то побил, кто-то кого-то убил. Но простите, и сегодня точно так же и убивают, и бьют. Другое дело, что это не выглядит настолько вызывающе. Ну просто вот это в глаза, грубо говоря, не бросается. Вот я ни разу в жизни никому не отстегнул. Имеется в виду бандитам, рэкетам. Никогда, ни копейки вообще. Не потому, что я какой-то там крутой. Ну там связи есть, конечно, связи, все. Но связи, даже если они у тебя есть, к тебе все равно придут. И ты тогда должен свои связи предъявить. Правильно, да? То есть по понятиям же так, да? Но никто не приходил ко мне. А одни вообще ржали, рассказывали. Рома Яровой типа заходит. Рома Яровой это кто? Ну, один из там русских клубов, по-моему. По витрине такая. Я говорю, господи, у них взять-то вещи. Ну реально. То есть ведь бандитизм, рэкет, все эти вещи. Ведь эти все вещи в основном где и когда возникают. Почему сейчас, кстати, этого не будет? Потому что вы поймите. Ведь вот тот же самый рэкет. Ну что такое рэкет? Ну это налоги. Ну это налоги. Аналог налогов. Ну конечно. То есть какая разница. Вот я предприниматель. Вот какая разница. Я плачу, допустим. Вот сегодня я вот отдаю вот столько денег. Там, допустим, в квартал. Вот столько денег я отдаю. Вот мне лично. Какая разница. Буду отдавать я их в бюджет? Или я их буду отдавать крыши? Ну какой? Кому приходил рэкет? А там, где были сверхприбыли. Допустим, когда департамент торговли и питания была такая госпожа Пименова. Ведь это сегодня у вас свобода. Вы можете начать торговать. Вот просто захотел и пришел и начал торговать. Правильно? У вас очень много торговых площадей. А ведь в 90-х ты не мог открыть магазин. В 90-х, если ты получил право открыть магазин, ты автоматически становился миллионером. Автоматически. То есть деньги буквально так раз с неба начинали сыпся. Проблема только заключалась в том, что не каждый мог получить это право. Потому что тех же торговых площадей, допустим, сегодня их прудит торговых площадей. А в 90-х их не было. Сегодня полно частных торговых площадей. А в 90-х они в основном были все государственные, муниципальные. И ты должен был на торговую площадь каким-то образом залезть. Я никогда не забуду, как зам Гужвина, не буду афишировать фамилию, кто обратился к директрисе одного из торговых центров с просьбой дать мне отдел. К небольшой зам губернатора. Они еще и в хороших отношениях были. И его почти на три буквы послали. Ты кто такой? Ты зам губернатор? Вот и сиди. Потому что если ты получил торговую площадь, то ты миллионерс, народ, почти одинаковый. Автоматически. И что получается? Кому-то удавалось вот это блат, кумовство, коррупция. Кому-то удавалось поставить отдел. У кого-то не было отдела. И соответственно, если ты отдел ставил, к тебе тут же приходит. Естественно. Ну естественно. Потому что все знали, если поставил все, значит и миллионер. Я всегда работаю по закону. А даже если... Как Остап Бендер, он что говорил? Закон мне надо нарушать. Закон надо что? Обходить. Ну иначе мы делаем. Никогда я не нарушал закон. Я ничего не боялся. Я жил спокойно. Мало того. Был очень показательный такой момент интересный. Была налоговая полиция тогда. Сейчас же налоговой полиции нет. А тогда была налоговая полиция. И вот эта вот схема, которая сегодня практикуется, когда под ЕНВД пихают оптовую торговлю. Фактически торгуют оптом. А налоги платят как будто ЕНВД. В результате налоги очень низкие, а обороты достаточно большие. И вот было нашумевшее дело такое. Ну не буду называть фамилии. Фамилии в городе известны. Определенный сектор. Определенный сектор. Определенная ниша. И налоговая полиция пошла. Поскольку все они работали одинаково, налоговая пошла их это. Полиция. Не налоговая инспекция. Налоговая полиция. Тынц, тынц, тынц. И допустим два достаточно крупных игрока на рынке Астраханской области. Обоих хапают, заводят дела туда-сюда и начинают прессовать. Один интеллигент на семейном совете там обсудили, там как быть, там туда-сюда. Эти требуют договора. И, ну, налоговая полиция. И эти, значит, вот эта интеллигенция, они взяли и налоговую полицию договора дали. А договор является фактически доказательством вот этой самой оптовой торговли. Понимаешь, тут же дело, тут же достаточно большая сумма и нахлобучили короче сенью по полной. Точно такая же ситуация. Это буквально в течение одного-двух месяцев разбежки. Это вот все прям вот, один и тот же сектор, одни и те же товары, все одно и то же. Все друг друга знают. Другого, значит, начинают точно так же прессовать и начинают с него требовать. А он смотрит на этого полицейского и говорит, слышь, какие договора. Я тупой татарин. Что ты от меня хочешь? Нет у меня ничего. Полиция билась-билась с ними, а нету тела, нету дела. И в результате те, поскольку они доказательства сами дали, то тех и на деньги, и очень тяжело семья пострадала. Поскольку этот сам доказательств не дал, никаких ни штрафов, ничего. И хотя все прекрасно понимали, что он-то закон нарушает, да мы все знали, ну да, он фактически реально торговал то, что называется оптом, а налоги платил как вмененка. Да, это уход от налогов, да, это правда. Но есть понятие закона. Вспомните, место встречи изменить нельзя, когда Жигулов подкладывает кошелек этому, и Шарапов ему говорит, ты что, скотина, делаешь? Да, тот говорит, вон, должен сидеть в тюрьме. А на что Шарапов ему говорит, ты типа козел, ты по закону должен действовать? Так вот, в 90-х работали по закону, когда Леша Верхулецкий, альфа-принт, у него магазин тогда был, это вот напротив комсомольца, вот там сейчас какая-то вот заведение, какая-то изба, не изба, чего-то там, кинотеатр модель, модель Махалтурина, и вот напротив него, вот там был магазин, альфа-принт, магазин компьютерной техники. Помнишь, да, этот магазин? Вот, Леша Верхулецкий, допустим, один из владельских, там три компаньона, по-моему, было, тоже, то ли менты, там было другое дело, там было дело по сертификации, вот по поводу свободы. Ребята, вас никто сегодня вообще не трогает. То есть, по вопросу блоков питания, в системных блоках, которые ты продаешь, сертификаты. Ребята, вы когда последний раз занимались подделкой сертификатов? А ведь 90-й был прекрасный бизнес. Почему? Потому что эти друзья, значит, ходили, пытались вымогать взятки под сертификацию, там сертификаты, такой сертификат. А предприниматели, чтобы, значит, не платить взятки, заказывали поддельные сертификаты. Мы вообще-то на этом деньги зарабатывали. То есть, в частности, я на этом деньги зарабатывал, да? Вот. Но фишка-то в чем? Я пытаюсь что донести? Что вот этот контролирующий орган, он работал по закону. Приходит, значит, Лешу, Лешу Верху Лесского прессовать, не помню кто, не помню кто, и по вопросу, короче, этому проверяющему, то ли он налоговая полиция, то ли он милиция, то ли налоговая инспекция, не помню, не буду врать, но, в общем, проверяющий. И этому проверяющему, я приказом говорю, ему надо сшить дело, соскардовать, ему надо больше материала. И ему нужен список клиентов. А тогда с банками было не так все отважно, видимо, запрос не могли подать. Или чего? В общем, он клюшик говорит, дайте мне, типа, накладные, накладные с доверенностью, именно того, который вы, типа, это отгружали. Тот на него смотрит, а у меня нет. Тот говорит, ну как нет? Он говорит, ну что значит нет? А тот и улыбается, ему смотрит, ну нет. Он говорит, вы не хотите выхода, а он говорит, нет, я их не храню. Что значит, я их не храню? Он говорит, клиент пришел, выписал счет, да, выписал счет. Счет оплатил, да, счет оплатил. Пришел получать товар, пришел получать товар. Вы ему накладную выписали, выписал. В двух экземплярах, в двух экземплярах. Он доверенность вам дал, дал. он ушел ушел а вы куда эти документы взять а он ведь а я их взял и порвал то есть он в глаза смеется над этим проверяешь ну врет ему в глаза и проверяющий знает что он врет и он знает что проверяющий знает что он врет на государство работает по закону есть понятие закон понимаешь если ты не можешь создать до собрать доказательную базу то извини а у тебя путин чувак пришел докторов и следственного комитета разницу осознаешь так вот я в 90-х кого не боялся сегодня я боюсь потому что я я не знаю как я в 90-х я по межгороду мотался все там туда-сюда я не боялся возить машины с компьютерами то есть я же компьютеры тоже возил да то есть я мог один за рулем ехать все ствол у меня газовый с газовым стволом катался господи анекдот смешно просто-напросто и я не боялся а сегодня я боюсь я боюсь никаких-то вот этих бандитов хулиганов я боюсь людей форме путин рассказал об определенных основаниях считать бизнесменов жуликами что мы давно не согласны с этим не согласны почему так сказал вообще путин же советский человек а большинство наших предпринимателей это советские люди что это означает вообще-то тащить работы каждый гвоздь и здесь хозяина не гость это вообще-то советская поговорка и когда он что предприниматель жулики по определению я путину могу возразить советский человек жулик по определению он по определению жулик потому что вы как это так в магазинах ничего нет у всех полны холодильники как это так как это так у тебя зарплата 80 рублей живешь на 200 как это так ты фейсбуке по моему видел недавно кто-то тиснул пост по поводу того что правда ли фотография консCUныеение каши автобусные билеты помнишь советском сайте были Bjorkoк foi ли к único денежку а билетов мог откромотать столько сколько считаешь нужным то есть были такие кассы Когда кинили пять копеек и один билет вылез были такие косу об были такие косы это такая вот коробочка пластиковые сверху. Ты кинул денег. Вот сколько кинул, столько кинул. А билетов хоть вот столько себе отмотай. Или вот допустим на Колыме. Я вспоминаю на севере. Вот этот автобус Чиевский Зеленый Мыс. Билетов же никто никому никогда не давал. А их просто априори там не было. Деньги кидали водителю. Интересно, как ты думаешь, сколько он сдавал денег в кассу? Ну, наверное, меньше, чем получил. Наверное. Но это не доказательство. Нет, конечно нет. Конечно нет. Так это вы говорите к чему? К тому, что... Это к тому, что советский не предприниматель жулик. Советский человек он в принципе воспитывался как жулик. Понятие классово-близкий. Ну, книги почитай, фильмы посмотри. Допустим, когда показывают там Зоны, ГУЛАГи. Классово-близкий кто? Уголовники. Это классово-близкий. Для кого? Для власти. Для советской власти. А Путин кто? Путин советская власть. Ребят, ну вы что? У тебя, начиная с 17-го года, понимаешь, чем дело, власть состоит из подлых людей. В основном, ну да, были там и дворяне, там все это были. Но в основном, что? Люди без чести и совести, понимаешь, чем дело. Естественно, то, как это, ворон ворону глаз не выклюет, правильно? А вот есть люди, которые, допустим, у которых есть чувство собственного достоинства, есть совесть, есть еще что-то. Конечно, эти люди враги. Ну, конечно, эти люди враги. Их надо уничтожать, понимаешь, чем дело. И предприниматели. Так предприниматели для Путина получается классово близкие вот эти преступники, или наоборот люди, у которых есть честь? Там фишка-то вот в чем. Все, конечно, очень интересно. Дело в том, что предприниматели для Путина враги. Почему? Потому что предприниматель это человек, который не кормится в бюджет. Ну, не все, скажем так, есть и предприниматели. Нет, 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 секунду, подожди, не надо бабуапельщиков записывать в предпринимателей. Какие они предприниматели? Кто у тебя? Дерипаска, что ли, предприниматель? Кто у тебя? Этот Костя, что ли, предприниматель, ВТБ который? Что у тебя? Реттернберг, что ли, предприниматель? Братан, ты что? Какие предприниматели? Когда кто-то, я не помню, кто из них, какой-то миллиардер, ведь где-то же это было опубликовано, когда он сказал, это государство дало мне все, и если оно у меня все отберет, я возмущаться не буду, я сочту это справедливым. Это, по-моему, Евтушенков глава Башнефти сказал. Ты вообще, ты вообще, понимаешь, что он сказал? То есть, фактически, человек живет, официально он называется предприниматель, ну, то есть, юридический, но на самом деле он прекрасно понимает, что это все не его. Это не его. Когда Путин, Терипаски, по-моему, Абрамовичу, Абрамовичу, когда к Олимпиаде, по-моему, готовились, к Олимпиаде, к Московски, когда он сидит на какой-то пресс-конференции, обсуждают вопросы бюджета, доходов, расходов, на что будут строить, а он говорит, ну, помогут, ну, допустим, на Абрамовичу, не помню, как его зовут, вот, типа, ну, что, ну, что же, поможешь, и тот сидит, ну, конечно, поможет, что у нас поможет, не поможет, прикажет Путин, поможет, что-то поможет, все отдаст, все. Вопрос, теперь вопрос, это предприниматель, если он признает, что это все не его, кто же это предприниматель? Предприниматель, вообще-то, это собственник. Тогда встречный вопрос, кто для вас предприниматель вообще? Кого можно назвать предпринимателями, в чем его отличительные особенности от того же Абрамовича, и там, нет, подожди, Абрамович, вот эти все, если они признают, что они это не заработали, это же они признают, не я, я не собираюсь это обсуждать, почему? Потому что я не знаю, когда начинают, допустим, люди обвинять вот этих оригархов, говорить, а, они жулики, они все украли, да может и украли, только у меня нет доказательств, что они украли, а пока у меня нет доказательств, я не буду предъявлять к нему претензии. Но когда он сам говорит, что, типа, я все отдам, ну, ребят, ну, ну, это просто-напросто смешно, это говорит о том, что это все не его, а если это не его, вопрос он кто? Наемный работник? Ну, можно, наемный, смотрящий, назначенный кем-то, да, человек на подряде, да вы же это предприниматель. Так возвращаясь к вопросу, предприниматель, с вашей точки зрения, кто? Нет, кто такой предприниматель, чем он занимается и в чем его социальные функции, так что, что, настоящего предпринимателя, а не... Слушай, вот точно справедливая Россия, из тебя это, это Путин нам начинает рассказывать про социальную ответственность, про, что там, что он говорит, бизнес-социальная ответственность, социальная ответственность, да, а налоги это, это чё? может быть социальная ответственность состоит в том, чтобы платить налоги. Что такое социальная ответственность? Не знаю, функция для общества. А вот налоги это для кого? Нет, я не спорю, может быть вы говорите на этом и заканчивается социальная функция. А что еще что-то должно быть? То есть мы говорим о том, что предприниматель, это человек, который заплатил налоги, спит спокойно, окей, а чем он занимается в качестве бизнеса вообще не имеет никакого значения. Да, абсолютно не имеет. Вообще-то, опять же, в том же законе, в 91-м году, было дано определение предпринимательства. Что такое предпринимательство? Предпринимательство – это инициативная деятельность граждан с целью извлечения прибыли, осуществляемой на свой риск. Значит, гражданин, прибыль, риск. Вот тебе три критерия. Вот тебе предприниматель. Ты должен быть гражданин, собственник, естественно, гражданин. Ты должен получать прибыль, и ты должен нести риск. Если твоему Ротенбергу или кому-то Путин компенсирует потери из-за санкций, где риск? Если Костину в банк или кому-то там чего-то вливают, докапитализацию, а где риск? Ну, это же не совсем банк. Это же государственный банк. Соответственно, государство ему не помогает. Ну, хи! Я вообще, значит, я вообще не понимаю, что значит государственный банк? Банк – это коммерческая структура с целью извлечения прибыли. Государство не имеет права получать прибыль. Вы мозг включите. Что такое предпринимательство? Вообще бизнес, капитализм – это прибыль государства не для прибыли. А для чего? Как для чего? Государство – это исполнитель каких-то общих вот этих вот… Мы скидываемся налогами и их нанимаем, они что-то делают. У тебя управляющая компания в живом доме, она что, прибыль с тебя получать что-то должна? Она же коммерческая компания, как вы говорите? Вообще да, вообще да. Там, кстати, да. Я неправильно сказал. Я неправильно пример, она не управляющая компания, а, наверное, самоуправление. Я перепутал. Вот что, да. Родительский комитет в классе у твоих детей. Он что, прибыль, что ли, должен зарабатывать? Они же собрались, ну, вот как бы для организации, не для прибыли же, правильно, да? Ну, в этом смысле я согласен. Ну, вот ведь, поэтому у него государственный банк. У нас сейчас все вообще государственное стало. У нас что, государственная теперь прибыль будет получать, да? Пока получается так. Так так и получится. А если это так, ну, простите, но мы пришли в Советский Союз. Я в этом смысле Единственным эксплуататором в Советском Союзе была Коммунистическая партия Советского Союза. Другого эксплуататора не было. Пупин строит. В блоге на Фейсбуке часто говорит, что людям надо привыкать жить на 100 долларов. На 100 долларов? Почему вы так считаете? И если это действительно так, то какие советы вы можете дать астраханцам, россиянам? Как жить на 100 долларов? А как жили на 55? Я не знаю. Я не знаю, потому что я на 55 никогда не жил. Я всегда зарабатывал много. Давайте не будем про меня говорить. Это я сейчас бедно живу. Я не знаю, но я же помню, я же помню, вот, что, сколько я платил людям. Я же помню, как они жили. Они же жили на эти деньги. Зарплата. Вы поднимите статистику, то есть, по-моему, официальные цифры по этому, какого, по России, по России, по-моему, 99-2000 год, там, по-моему, 40-50 долларов зарплата. 70, по-моему, средняя по стране, средняя, 70 долларов по стране, средняя зарплата. Жили же. Жили. То есть, айфонов не будет, машин не будет. Такой девачий будет считаться розничным. Ну, нет, ну, а что? Ну, да, ну, да. Да. Почему? Потому что, ну, да, так жили, и все к этому идет, и придет к этому в конце концов. Завершая разговор о лихих, ваших, лихих 90-х, хотелось бы спросить, для вас лично 90-е, это были какие годы? Как их можно было бы охарактеризовать? Годы надежд. Надежд на что? На то, что в стране будет построен капитализм. Что все будут жить хорошо. Смотрите, вот сейчас, вот эти 20 лет, с 2000 по сегодняшний день, да, страна прожила очень хорошо. Очень хорошо прожила. Очень богато. Мы эти годы будем вспоминать с тобой через 10, через 20 лет, и будем вспоминать, и будем вспоминать, и говорить, о, как богато жили. Потому что 20 лет, я думаю, что за всю историю на России, народ России не жил настолько богато, насколько он прожил последние 20 лет. Одна-то проблема. не заслужила нам этой жизни. Не заслужила. Почему? А ну скажи мне, какие достижения за эти 20 лет страна вообще, что сделали-то? Чем заслужили? Ну ведь кто-то же создал там Яндексы всякие. Яндексы? Сколько? Яндекс. Вот давай так. 1С. Ну, валили. Прекрасный продукт. Они получать заслужили. Яндекс. Тут вот Яндекс, я вот не знаю. Яндекс, что там Яндекс. Ну ладно, фик, Яндекс. Что дальше, считай? Ты только Акасперского мне не называй, пожалуйста. Говно продукт А есть ли магнит Гарецкого? Гарецкий. Молодец, кстати. И что магнит? Где? Нет, тот самый. Тот самый. Три. Я не знаю, что для 20 лет. Маловато? Это просто ни о чем. 20 лет. 20 лет. Это очень большой срок. 20 лет. И все 20 лет мы жили очень богато. Ты посмотри, как богато люди стали жить. А зачем чего? Золотой дождь пролился. словно. Нет, повезло, да. Заслуг наших нет. Вообще нет. Вот вообще никаких. Вообще абсолютно. Я не вижу ни одной заслуги вообще. Я даже вот когда, допустим, я не склонен обвинять сегодняшнюю молодежь, говорить, что она плохая, туда-сюда, ничего не плохая, нормальная молодежь. Просто в каких-то тепличных условиях они выросли. Как у Громянщиков, вам в песне поется, да, их дети сводят с ума от того, что им нечего больше хотеть. Хотеть нечего. Все есть. Все в шоколаде. Все нормально. Для того, чтобы достигнуть вообще практически всего, чего ты хочешь, но за исключением золотого, унитаза, короче, тебе даже напрягаться не надо. Ты живешь, устраиваешься на работу, если ты не бухаешь, не колешься, не допускаешь жизненных каких-то ошибок больших, там, допустим, женился, развелся, алименты, туда-сюда, более-менее нормально, у тебя все будет. У тебя будет хорошая квартира, хорошая мебель, у тебя пиво, вы посмотрите, народ пьет сколько и что, и как. но это же денег все стоит. Это же денег все стоит. Вспоминайте, что даже вот потребление спиртных напитков, спиртных напитков, оно у нас всегда занимало достаточно существенную такую долю. ты вот сказал про 90-е, не соврать, в каком же году, в 89-м или в 90-м иду по ВДНХ, захожу в какой-то павильончик, что-то, что-то я бежал, в командировке был, наверное, по науке, Надей посылал в павильон, физика или что, ну не суть важно, и вот это типа барчик, барчик, кафешка, барчик туда-сюда, я прошел меню, он дает мне меню, там написано Мартини, а я про Мартини только в книжках читал, что это любимый напиток Джеймса Бонда, и пил он его с содовой, я только в книжках читал, я никогда не видел его, Мартини, и я этому говорю, а мне вот, а по деньгам, я говорю, я всегда богато жил, у меня всегда по деньгами все ухожу, я говорю, налейте 50 грамм, и он наливает мне, я впервые выпил Мартини, ты знаешь, я пью, пить вообще-то начал очень рано, я начал пить в 13 лет, понимаешь, в чем дело, я очень рано начал пить, я в 17 завязал, в завязке был, то есть, я на Колыме Рос, я человек взрослый на спинке, на водке, потом вот это, медвежуха, медвежья кровь, вот это механжинская, понимаешь, вот это вот говно, вот это поило, это ужасное поило, и тут я выпиваю вот это Мартини, это мне сколько, 20-21 год, боже мой, ребят, боже мой, это что-то такое, невообразимо, мы сегодня с вами Мартини хлебаем, как, я не знаю, вот, просто, а сигареты, я несколько лет назад где-то что-то нашел пачку Примы, именно той самой, советской Примы, которая стоила 14 копеек, понимаете, я ее выкурил, дело в том, что Прима, это были мои любимые сигареты, в отличие от Астры, Астра строила 25, Прима 14, Прима была с перебоями, в дефиците, Астра лежала всегда, сырая гадость, а Прима, я выкурил эту Приму, господи, как мы ее курили, это такой ужас, это такой кошмар, понимаете, а сегодня вы посмотрите, что мы курим, у вас люди курят Кен, а песня была 85-го года, 84-го года, такая пародия на песню Орликина, там были такие слова, и курит Орликинов только Кент, то есть, дорогие сигареты, это не, ты не понимаешь, это не слово дорогие, слово дорогие сюда не канает, это то, что людям недоступно, то есть у тебя деньги могут быть, нет, ну откуда Кен, ну где, ну как, я ни разу в жизни не был в Березке, я про них только слышал, я там не был ни разу в жизни, я Мальборо в продаже в 85-м году видел только один, только в Яксатого, да, в Яксатого, потому что снабжение было сельское, было городское, а в Яксатого Мальборо лежала по полтора рубля пачка, полтора рубля пачка, и курит Робинов Орликинов только Кен, вы посмотрите, на чего люди Кент курят, то есть и как бы это, ну Кент да Кент, ну парламент да парламент, какая разница, поэтому мы живем просто баснословно богат, баснословно богат, ну не заслужили. А если говорить, вот возвращаясь в прошлое, опять же в 90-е, в какой момент времени мы его свернули из условно развитого, построения развитого капитализма, вот в этот... немножко не так, его никто и не стал строить. То есть надежды не реализовывались? Абсолютно верно. Тут беда в том, что свободу-то людям дали. Ведь Ельцин сказал, торговать могут все, торговать могут всем. Ельцин все разрешил работать. У нас, наш народ, я даже своих родственников могу перебрать, прямо на примере своих родственников могу это дело все продемонстрировать. Наш человек не будет ничего делать. Просто не будет. Почему? Не хочет. Ну кто-то же делает. Кто? Ну это какая-то часть. А ты много, ты много знаешь, что кто-то что-то делает? Вот если в процентном отношении взять, вот в процентном, да единиц. Никому ничего не надо. Никто ничего не будет делать. Вот делать будут только тогда, когда не будет хватать. Ведь мы, говорят, вот мы и были трудолюбивыми. Не были мы трудолюбивыми. Если кто-то ходил разгружать вагоны после института, после учебы в институте, и когда он был трудолюбивым? Нет. Денег очень надо было. Очень хотелось денежков. Потому что, ну вот, чего-то не хватало. Понимаешь? Хватает все, никто ничего не будет делать. Не будет никто ничего делать абсолютно. Нефтяные деньги, короче говоря, испортили россиян. Ты знаешь, я не думаю, что испортили. Уже таким были. Да. Что значит они испортили? Да не испортили, они изначально такие были. Они в Советском Союзе жили так же, грубо говоря. Ты посмотри фотографии Советского Союза. Посмотри этих людей просто-напросто. Ты понимаешь, они жили как свиньи, им ничего не надо. Ведь фраза моей мамы, моей мамы фраза, нежели богато. И нечего начинать. Все. Ну как так? Ну а почему? Ну а... Или мой дедушка. Дед всегда любил. Дед всегда говорил, надо экономить. Дед! Не надо экономить, надо зарабатывать. Нет, надо экономить. Как выглядит такая Россия, в которой Владимир Соколов хотел бы жить и работать? Вот представьте, что вы можете построить... Я не был в Америке. Ну, чует мое сердце вот это там. Не в Европе, не в Германии. Почему он не в Европе? А, эти... Как и это... Призрак вводит, пройдет по Европе. Призрак коммунизма. Нет. Там... Тоже заражены коммунизмом? Там, ну, по крайней мере, очень сильны вот эти вот настроения, вот эти все. Такие все. В Америке все-таки худобеды, я думаю, этому делу, сопротивляются как могут. А кто, кстати говоря, сопротивляется? Кто их актором является? Который предприниматель. Граждане, предприниматель. А почему же они тогда не скатываются вот к тому, к той жизни, к которой живем мы, вот эти американские предприниматели? В чем для них выгодно не жить так, как мы, допустим? Подожди. Ну, ты вспомни, ну, судя по книгам, то, что... Еще раз, я не был в Америке, и сейчас получится, что я хвалю Америку. Я ни в коем разе не собираюсь ее хвалить. Понимаете? Что я? Вот. Я просто... Вот как мыслю? Смотри. Кем начали на Америка? Выходцами из Европы. Выходцами. Вот дагестанцы, которых у нас в Астрахани все больше и больше, да? Я думаю, что сюда-то едут лучшие. Лучшие из дагестанцев? Да. В Москву едут лучшие. То есть, лучшие дагестанцы едут в Астрахани. Лучшие астраханцы едут в Краснодар. Лучшие краснодарцы уезжают в Москву. Лучшие москвичи уезжают куда? В США. Нет. Лучшие уезжают в Европу. А лучшие из Европы погуляют куда? В США. То есть, там лучшие из лучших. Наверное, наверное, так. Потому что, смотри, вот смотри, я объясню, что мне делал. Мне кто-то рассказывал про... В Европе кто-то рассказывал, говорит, с человеком разговаривал, то ли немец, то ли француз, не помню. Но он выспрашивает его о жизни, как они живут. И он ему задает такой вопрос, говорит, а зарплата у тебя сколько? Тот говорит, ну, вот столько-то. Ну, там, минус налоги, ну, понятно, остается вот столько-то. А вот если бы ты не работал, ты пособие получал, да, а сколько ты получал, вот столько. Там раньше, грубо говоря, 5 процентов. Он смотрит на этого, ну, немцы или французы, кто там не знаю, смотрит на него и говорит, с чем ты работаешь? Говорит, как он, зачем я работаю? То ты ему цифры показывал, смотри, ты вообще с математики дружишь, нет? Он говорит, смотри, вот так, вот так, вот так. То есть, речь о 5 процентах. То есть, ты работаешь, там, ну, условно, допустим, если, ну, я не знаю, какие там зарплаты, ну, допустим, если там 1000 евро, 5 процентов от 1000 евро, это сколько, значит, будет 50 евро, да? То есть, получается, ты месяц работаешь за 50 евро. Ну, то есть, там 950 евро, если ты работаешь, у тебя 1000 евро. Значит, получается, ты работаешь месяц за сколько? За 50 евро. Он говорит, ты дурак, ты, как бы, с моргами совсем не дружишь. И тот смотрит на нашего, на советского человека, на русского, и он ему говорит, а как я могу не работать? Как я могу не работать? Вот советские люди, они прям, блин, не работают, прям, святое. у них этот вопрос не возникнет. Это что-то изнутри людей, европейцев, американцев, или, в чем причина, в чем изваться? У европейцев, почему они сейчас работают? Ну, вообще, почему они сейчас работают? годами, годами, годами выстроены. Но они сейчас, почему я на Европу смотрю, ну, все, что я читаю про Европу, мне кажется, она это, занимает. да, по моим понятиям это занимание, объясняю, в чем дело. Вот, человеческий капитал улучшался, 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 но, если у них сейчас такая идет социальная политика, то она должна, в конце концов, привести к деградации человеческого капитала, потому что, если вот этот немец или француз, как идиот, работает за 50 евро, то его ребенок, я думаю, дети обычно умнее своих родителей, я думаю, его ребенок уже не будет работать за 50 евро, он скажет, я что, дебил, что ли, по-вашему, он будет умнее, и он работать не будет. Понимаешь, изменения-то должны произойти, в конце концов. То есть, получается, Европа своей политикой плагит, что, паразитов, точно так же, как Путин плагил 20 лет. Точно так же. Самый главный, резюме. Те бандиты, которыми вас пугают с первого канала, что, типа, вот лихие 90-е бандиты были там, ребят, самые страшные бандиты перешли теперь во власть. Ничего вам бояться лихих 90-х. У вас сейчас страшно. Фишка-то в чем? Смотрите, в тех же 90-х менты были голодными, гаишники были голодными, они взятки вымогали, у них заоплаты были низкие, они вымогали, они пытались издеваться, но они боялись. Они боялись. Они прекрасно понимали, что, если, не дай бог, чего, как минимум, начальство накажет. У вас сегодня они, никто из них ничего не боится. И гаишники, не гаишники, вообще вот, чиновники, никто из них ничего не боится. Они издеваются, они над вами, и вас не присутствуют только по одной причине. Пока еще. им хватает. Вот если, не дай бог, завтрашний росгвардеец, уровень его содержания зарплаты упадет до уровня мента 90-х годов, поверьте мне на слово, бандиты 90-х на фоне сегодняшнего мента, налогового инспектора, или пожарной, вам покажутся просто-напросто, прям вот, ангелами. Поэтому в 90-е мне лично было не страшно, я государства не боялся, государства жил по-за-ко-по. Все. Спасибо, Владимир, что пришли к нам в гости. Спасибо за интересный разговор. Если вам понравилось, пишите свои комментарии, кстати, пишите, кого бы хотели увидеть еще на моем канале. Попробуем пригласить обязательно. Ну и спасибо, что нас смотрели. Всего доброго. Спасибо.